Итак, всем привет из солнечной долины Калифорнии. Мы сегодня едем в LA. Сегодня понедельник у нас. И почему же я не в школе? У нас сегодня выходной в школе. У нас сегодня Columbus Day. И мы решили поехать в LA. Так как у нас папа работает в LA, мы с ним вместе едем в LA. Поедем в Griffith Park, может быть. Мы посмотрим еще куда поедем. Вот мы уже подъезжаем к работе. И тут такой вспуск. Вы сейчас не представляете себе. На камере на самом деле не видно. Но мы уже его проехали. Ну мы его, да, проехали. Но его не видно так на камере, как уже было. Очень тут все на холмах, конечно. Все, сейчас будем заезжать на работу. Вот тут и... Упс. У каждого должна быть карточка, чтобы его пропустили. Ну, что не просто так, что ты тут работаешь. Естественно, Фрица уже тут почти все знают, потому что он очень долго-очень долго работал в дом. Так что приехали. Вот такие большие тарелки сейчас. Так, мы уже приехали к Фрицу на работу. У него сегодня должен быть легкий день. Ну, поделось. Ничем пока не знаю, да. Это все зависит от того, какое шоу ему отправят и как оно подходит. пройдет. Сверху вот такие прожекторы. И везде разный свет. Как вот, я вам показываю. Это экран был... Ну, я вам покажу. Сейчас тут не видно диван. Свой у него офис. Специально сделаны стены. Спикеры. И вот это, да, это экран большой. Себя взяла чай. Fashion Fruit. У них тут много чаев разных. И все. Будем работать. На ABC Studio. Ага. Вот уже даже на работе везде украшают хэллоуинскими декорациями. Тут тоже украсили немножко. Такие тыквы смешные. Смотри, по-разному. Много тыков разных с эмоциями. Разными. Так, нам сюда? Да, мы вот пытаемся найти выход. Так, мы решили заехать в Starbucks. Открица работы Starbucks находится ровно 2 минуты. Удачно нашли парковку. Я взяла себе white chocolate. Говорю медленно, потому что это запутанный рецепт мой. White chocolate mocha. Dark chocolate mocha. На сальдом. Whipped cream. То есть липки. Светку еще и сверху с шоколадом. Аминальный, да. И шоколадный подогретый просто. Мама взяла себе сэндвич с шпинатом. И американый, да? Да, американый. Я не могу. И американый. О, господи. Так, есть еще такая штука на полу. Что ты включаешь свою зарядку. И заряжаешься лишь телефон. Как раз то, что мне сейчас нужно. Я как чувствовала, что в этих заведениях надо есть и взял свою зарядку. Мы наконец-то нашли Griffith Park. Ой, прям наконец-то нашли. Мы как будто бы так мучились прямо. Мы не так мучились. Но мы сначала GPS пытались забить. Оно не освечивалось. И потом нашли Griffith Park Pony Ride. Где кататься на пони. На лошадках. Да. И мы туда заехали. И не туда, короче. Заехали. Заехали это туда, но там никакого парка. Не туда, куда хотели. Не туда, куда хотели. Мы хотели в обсерваторию. Тут так красиво. Просто посмотрите, какая природа. Мы как раз разговаривали, что когда-никогда надо выбираться вот так в LA. Чтобы хоть картинка, да, менялась вот какая-то. Очень-очень тут красиво. Сегодня на самом деле жарко для LA, для этого времени года. У нас жарко, в LA жарко. Везде сейчас идет такая теплая волна. Но у нас это называется El Niño. 2015 года. Прогуглите, вам все высветится. Смотрите на вот эту дорогу. Нам, честно говоря, немного... Ну, не то, что страшно, а не комфортно и непривычно ехать. Я первый раз еду по такой горной дороге. Это очень горная дорога. Повороты направо, повороты налево. Такие крутые повороты и обрыв прямо. Честно говоря, как-то страшновастенька, однако. Страшновастенька. Ого. Куда же мы едем, интересно? Мы просто уже достаточно долго едем, честно говоря. Петляемся выше и выше в горы. Да, и выше и выше в горы. Поэтому интересная наша кончальная... Конечная точка. Так, а вот эта уже вот гриф, ну, абзорватория, я даже вижу ее. Она еще выше и выше. И выше, все выше и выше и выше. Но красиво, честно, очень-очень красиво. И мы дома видели вот на этих горах, мы видели дома. И на самом деле я бы не хотела, ни я, ни мама бы не хотели тут жить. Просто в горах. Начнем с того, что здесь опасно жить, потому что здесь змей полно. Змей полно. Это раз, два. Спускаться так каждый день? И с ума сойти можно. Ну, с ума сойти можно, это точно. Достаточно мы видели, кстати, ну, немного, но вот мы видим машину. То есть приезжают сюда люди. Панорама зато. Поднимемся, покажем. Так, наконец-то мы добрались. Вот такой вот уже дорога даже видно тут, какая она крутая. На камеру реально не передает такой вид. Камера как это вживую. Вот очень-очень красиво. Весь алле у тебя на ладони. Классно. Покажешь надпись в Голливуд. Голливуд. За что сюда приезжают миллионы и миллионы туристов. Это правда. И все. Я, честно, была в шоке. Я до последнего была уверена, что тут нету Wi-Fi. Потому что в прошлом году я не видела этого. Вот. Free Wi-Fi. То есть, тут не Wi-Fi. На самом деле, я подключилась, сейчас классный Wi-Fi. Вот так. Я думала, что не будет это пока. Потому что мы были в каких-то заведениях, и там не было Wi-Fi. А тут, блин, на горе есть Wi-Fi. Всем привет! У меня уже пощелкалась. Очень классные фотографии. В инстаграме выложу потом. Сейчас будем идти уже даже ближе. Вон, покажи же, что видно. Камера не так передает. Не видно, да? Ну, если приблизить. Да я даже приблизила, но не так видно. Это даунтауновые. Мы сейчас еще с другой стороны вам покажем. Именно со стороны обсерватории. Вот, еще выше поднимаемся и поднимаемся. Еще лучше и лучше вид. Здесь очень-очень красиво. Тут, конечно, обрыв очень сильный. Очень красиво. Камера, честно, не передает. Город вообще как на воду. Просто. Вот даунтаун. Видно интересно будет на сутки? Да. А океан видно? Океан нет. А там вот вдалеке и океан. Угу. На камере не видно. А нам видно. Так, еще чуть-чуть поднялись. Ну, уже выше некуда. Очень красивый вид. Много достаточно людей для понедельника. Многие работают. Ну, у меня в школе, потому что да и я. А так, на самом деле, многие работают. Красиво очень. Трифис парк. Сама обсерватория. Она сегодня, кстати, закрыта, поэтому мы не пошли. Там мы еще даже не заходили, не смотрели. Мог открыта. Может, открыта, да? Но, по идее, выглядит как закрыта. Хотя бы на тот пятачок спустимся. Вон на лавочке там можно посидеть. Не хочу. Мама хочет вот туда пойти. Мне неинтересно. Почему? Ну, неинтересно. Везде, кстати, везде уже вот таких аппаратов, можно сказать, ну, штук, ну, я не знаю, сколько, но очень много выжили. А надо денежку, да, бросать? Ну, по идее, да, вот. Два пятьдесят... Доллар, короче. Вот сюда кидаешь и смотришь. Нет, не доллар, пятьдесят центов. А, два двадцать пять центов. Два по двадцать пять, и это пятьдесят центов. Повыше и пониже. Ну, вот. Никогда этого, кстати, не делали, но... Не вижу сильно. Возможно, когда мелочи нет. Не вижу, да, мелочи, во-первых, нету никогда, это точно. А во-вторых, не вижу смысла, если можно приблизить со своим телефоном, это раз. Да, ну, всё равно интересно же в это посмотреть. Ну и что смотреть? Может быть, ты сможешь увидеть даже вот окно на этом. Как интересно окно? Ну, это я так сказала, вот, дом приблизится. Ну и что в этом доме интересного? Оказывается, всё, что мы обошли, это было просто вокруг. Вот мы уже и вышли. Опять. С другой стороны просто, да. Вот и всё. Вот Голливуд опять. А, видите, тут можно было бы ещё выше подняться, да, но просто сегодня закрыто, да. Да, сама обсерватория вот такая. Смотрите, какая лаванда красивая. Красота, да? Обожаю лаванду. Так, мы решили чуть-чуть заняться хайкингом и чуть-чуть поднялись вверх, а горе, фу, устали. И там, короче, снимали, снимала я вот как мы шли, потом смотрю, это ничего не снималось. Тут и разговаривали. Короче, первый вот такой знак был не курить, миллион знаков не курить, не кормить диких животных, никакого огня. И аккуратно тут rattlesnakes, это очень опасные змеи, извините, у меня запышка, вверх шли, очень жарко. Очень-очень жарко, очень-очень жарко. Для Л.А. мы разговаривали, что в комментариях кто-то написал, что очень жарко в Казахстане. Мама говорила, кто не знает, она тоже из Казахстана. И что у нас было летом 130 фаренгейтов. 130 минус 30 поделить на 2, это 50, 50 градусов пустынной жары. Сейчас у нас где-то было и 98, и тоже 102 было, сейчас 98, это для Л.А. очень жарко. А, да, собаки должны быть на поводке, там написано это правило. Как тут пахнет хвой. Да, тут очень правда пахнет хвой. У меня айфон чудит, извините, он то записывает, то не записывает. И надо было удалить. Знаете, кто не знает, мама тоже из Казахстана, ты сейчас людей в шок ведёшь. Потому что я всегда говорила, что мы с Украины, а то я сейчас скажу, мама тоже из Казахстана. Нет, ну родилась. Да, в Алма-Ате. Прожила там до 18 лет. Да. Ой, как я устала. Фух, жарко. Чего, боже, 5 минут поднялись? Не знаю, вот я пыталась, снимала-снимала, ничего не снималась. Так, мы сидим тут, говорим пока, что ночью очень тут было бы красиво, потому что все огни. Но это и красиво, супер вообще, мы бы остались. Но как это ночью страшно. Тут не освещается ничего, не освещается ничего в этом парке, к сожалению. Ну что-то, наверное, освещается, сама обсерватория. Ну да, ну и всё. А если вот вы хотите вот так хайкинг подняться ночью, то... Ну вот здесь конкретно, где мы сейчас находимся, тут точно ни одного фонаря. Тут точно ни одного фонаря, ничего нету абсолютно. Поэтому это и плюс, и минус. И как спускаться вниз, это очень страшно. Крутая, совершенно дорога, да. Там очень крутая дорога, там обрыв, и это очень опасно. И страшно, и некомфортно. Так что мы не останемся. Да, к сожалению, мы не останемся. Но фотосессия была бы очень классная. Хотя тут и сейчас очень красиво, но это другое ночью. Мы только что сидели вот тут, и мы решили посмотреть вид на другой стороне. И оказывается, ну, тоже скамейки везде есть. И это Hollywood, просто написано. Вот здесь если подскользнулся, легонечко так. Я даже не буду сильно подходить. Это будет как на Гавайях. Помнишь, мы когда шли вот к водопаду? Угу. Я говорила, там показывала, что чуть-чуть остопишься, нога поедет, там скользко же, земля там мокрая. Там вообще, там еще до того, как мы пришли на водопад, там был маленький дождик. И эта вся грязь, ну, земля вся размокла, и было очень скользко. Я реально, я когда снимала немножко, я подскользнула, и сразу три-четыре точно. Я очень много подскользовалась. Здесь если подскользнуться, это если только тебе повезет схватиться за какое-то дерево. Ну да, это очень опасно, то порежешь все руки. Так что мы отойдем от этого. Пойдем вот и дальше. Ну да, тут хайкинг. И представляете, вот это вот ночью, когда ничего не видно полностью в темноте, это нет. Мне кажется, почему-то, что, наверное, они закрывают. Нет, нет, нет и нет. Написано в гугле, и были влогеры, и американские, и русские, кто это делал. Ночью это открыт 24 часа в сутки. Если вы зайдете на гугл, там написано Open 24 hours. Я даже не знала этого. Я просто сегодня даже читала. А это что, они приковали цепями, чтобы кто-то не утащил? Скамейки. Чтобы кто-то скамейку не украл. Решили цепями приковать. Как-то так. Угу.